С началом весенне-летнего сезона растет число велосипедистов и тех, кто использует средства индивидуальной мобильности. Как правило, именно в этот период сотрудники ГИБДД фиксируют рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. Только за последние три месяца произошло 32 ДТП, в которых пострадали дети. Напомнить подрастающему поколению о правилах безопасности на дорогах в горовой форме решили сотрудники госавтоинспекции. На территории автогородка, расположенного в парке Гагарина, прошел городской конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Мероприятие имеет достаточно стойкий эффект, потому что, когда начинаются безопасные колеса в образовательных учреждениях, уровень детского травматизма у нас снижается. Ученик 132-й Самарской школы Егор Дмитриев вместе с командой настроен на победу. Ребята выиграли отборочный этап конкурса и теперь представляют Ленинский район на уровне города. На велосипеде Егор катается с пяти лет. Рассказывает, что это его любимое занятие в свободное от учебы время. Там надо будет проехать препятствия и пройти медицину и знать ПДД. Конкурс проводился в несколько этапов. Проверка знаний правил дорожного движения, оказание первой медицинской помощи при ДТП. После этого участники продемонстрировали навыки фигурного управления велосипедом через полосу препятствий. Программу завершил творческий конкурс. Это ежегодное мероприятие. В этот год с каждым годом количество участниц команд увеличивается, что очень отрадно. В этот год принимает участие более 115 команд. По результатам всех испытаний жюри определило троих победителей. Их ждут кубки, медали и памятные призы. Команда, занявшая первое место в мае, выступит на областном этапе конкурса. Галина Топилина, Константин Головин. События.